Сегодня в Вашингтоне и многих других столицах мира приспущены флаги. Политики и рядовые граждане отдают дань памяти Нельсона Манделе. Его называют одним из символов 20 века. Судьбе и борьбе первого чернокожего президента ЮАР посвящены десятки книг, написанных еще при его жизни. Последнюю страницу в летописи Мандибы, а именно так Манделу называли в Африке, пообещали вписать его последователи и сторонники. Он почтил память Манделы как человека, изменившего жизнь миллионов людей. Подробности в материале Евгения Маслова. Нельсон Мандела стал легендой еще при жизни. Единственный политик современности, получивший признание и поддержку всех наций. Генеральный секретарь ООН его образно назвал вдохновляющим гигантом, изменившим мир навсегда. Память Нельсона Манделы дипломаты почтили минутой молчания. Мандела затронул жизни каждого из нас по-своему. Своим примером он вдохновил целое поколение и навсегда изменил к лучшему наш мир. Лидер борьбы за равноправие людей всех рас. Нельсон Мандела 27 лет провел в заключении, а в 1994 был избран президентом страны. Его администрация отменила апартеид в ЮАР, систему раздельного проживания белых и черных. Мандела заслужил репутацию политического лидера мирового масштаба, легендарному политику. Было 95. Первый чернокожий президент США после сообщения о кончине Манделы сделал специальное заявление, обратившись не только к нации, но и к миру. Мы потеряли достойного, честного и смелого человека. Ему удалось при жизни добиться того, о чем он мечтал. Ценой своей свободы он освободил миллионы. Теперь он уже не принадлежит нам, он принадлежит вечности. В память о Нельсоне Манделе в крупнейших мировых столицах сегодня приспущены флаги. Люди несут цветы и свечи к дипмиссиям ЮАР. При жизни Нельсон Мандела не раз говорил, что ему не нравится, когда из него делают полубога. И хотел, чтобы его воспринимали как простого человека со своими слабостями. Одно из самых его известных высказываний. Отвага – это не отсутствие страха, это победа над ним. Своей борьбой за равные права он вдохновил не одно поколение людей в Африке, Европе и Соединенных Штатах. На улицах Нью-Йорка о Манделе сегодня говорят восторженно. Он был невероятным, потрясающим человеком, почти святой. Он любил людей всем сердцем и помог своему народу так, как мало кто из лидеров когда-либо мог. Мандела был революционером. Он был человеком великой воли, боролся за права других людей, за то, во что он искренне верил. Это великий человек. Мандела провел 27 лет в тюрьме, осужденной несправедливо. Он был готов отстаивать свои убеждения до конца. Это напоминание всем о том, что он сделал. Я думаю, его величайшее достижение – это отмена апартеида и пример другим лидерам, как бороться за права людей. Нельсон Мандела был известен скромностью, но в его честь ставили памятники, писали книги и снимали кино. Улица с именем политика может появиться теперь в российской столице, а в Нью-Йорке в его честь решено назвать школу. На родине Нельсона Манделы в последний путь его проводят траурные церемонии в понедельник на стадионе Иоханнесбурга, на которую соберутся, по приблизительным оценкам, более сотни тысяч человек. Памятные мероприятия в честь Нельсона Манделы запланированы на следующей неделе и в ООН. Пожалуй, никто из мировых лидеров не сделал столько для того, чтобы воплотить в жизнь главные принципы организации – равноправие, заумоважение и мир. Впрочем, и девизом Организации Объединенных Наций могло стать знаменитое высказывание Манделы о том, что многое кажется невозможным до тех пор, пока ты это не совершишь. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.